Ребята, это прикол вообще! Возле у моего дома. Не только дачи и дороги, но и дворы, и даже центр краевой столицы. Небывалое нашествие косолапых зафиксировано на Камчатке. Выходы медведей фиксируют как в ночное, так и в дневное время суток. Вот, к примеру, утром 26 сентября косолапые были замечены по улице Труда и Заводской в районе СРВ. Просто страшно, понимаете? Не то, что куда-то в лес. Какой лес, мы уже забыли про них. В магазин идешь и уже думаешь, зеркала заднего вида на себя нацепить. Но вот серьезно уже до того доходит. Страшно просто. Жительница Петропавловска, которая родилась на Камчатке, рассказала, что никогда за свою жизнь не видела такого количества выходов медведей в город, как в этом году. 23 сентября, вот понедельник был, нашей группе местной, районной, написали, что в районе Акросской нефтебазы бегает медведь средь бела дня. Мне как раз дочка написала, что внук сидит в школе и боится идти, ждет, пока его папа на машине заберет. Сегодня вот у нас в эту же группу, в нашу местную, прям с утра накидали видео, фотографии. Мишеная 116, вот дальше туда, прям вдоль дороги. Машина за ним ехала, не вдоль дороги, а вдоль дома жилого, бежал медведь, уже было темно. Они его сняли, короче. Потом фотографии прислали, перевернутые мусорные баки возле этого же 116-го дома. И на Беринга 113 тоже у них такая загородочка, и прям видно, вот вытащенный бак валяется посреди дороги. Но это понятно, что не собаки и не люди это все сделали. И там тоже, видимо, лазил вот этот медведь. После участившихся видео выхода медведя в район Серогласка, другая жительница микрорайона, многодетная мать, вообще запретила своей дочке ходить в школу одной. В понедельник я ее не отправила в школу. Сегодня отвозил муж. Днем, так как мы на работе, будет забирать тетю. Другая мама двоих детей вообще на грани увольнения. Чтобы сопровождать детей в школу, ей придется отпрашиваться у работодателя по несколько раз в день. Дело в том, что дети Елены учатся в разные школьные смены. Как минимум четыре раза в день мне нужно либо отпрашиваться с работы, либо вообще, не знаю, уходить. Возможности нанять няню у меня нет. И я очень боюсь и переживаю за детей, потому что, ну, мне самой страшно, а за детей еще страшнее. Жители уверены, что медведи участили в гости к людям по нескольким причинам. Это и плохой подход рыбы, и несанкционированные городские свалки, и увеличение популяции медведей, связанной с мерами по их охране. Я не знаю насчет нашего района, они-то сейчас, в принципе, во всем городе. Их вот не меньше шести медведей, вот смотришь опять в соцсети, по всем районам они вот как бы разделились. Ну, мне кажется, да, вот как говорят, бескормится, голод, вот запах еды. И плюс еще ко всему их, насколько я помню, с 2004 года их долго не отстреливали, запретили, чтобы популяция у них там не уменьшилась. Они перестали бояться охотников, которые ходят с ружьями. И они просто вот наглеют и выходят к людям, где вот можно что-то съесть. Жители обеспокоены нашествием медведей в город. И при каждой встрече с косолапами звонят во всевозможные инстанции. На Мишенке дети убежали домой, потому что появился на детской площадке медведь. Моей соседке сестра, которая проживает по Мишене 116-1, прислала, видела о том, как он бегает. Позвонили в службу 112, сообщили, перезвонил охотовед. Охотовед сказал, он сейчас на данный момент бегает? Нет. Когда побежит, перезвоните, я подъеду. На вопрос, как дети утром пойдут в школу, он мне сказал, ничего страшного, утром убежит. Небывалый шквал звонков зафиксирован и в службе 112. 112, оператор, 14, здравствуйте. С начала года в службу 112 Камчатского края поступило более 700 звонков с информацией о присутствии диких животных в населенных пунктах. Причем больше половины из них приходится за неполный сентябрь месяц. При этом информация от Министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края, по их данным, за этот год уже 237 медведей были отстреляны, так как представляли прямую опасность. Мы со своей стороны призываем всех жителей Камчатского края при обнаружении медведей на территории городов, поселков незамедлительно звонить в систему 112, потому что скорость вашего звонка повлияет на скорость реакции экстренных оперативных служб. Когда в систему 112 поступает звонок от заявителя, автоматически формируется специализированная карточка, которая незамедлительно отправляется в службу полиции и в единую дежурно-диспетчерскую службу того муниципального образования, где находится дикое животное. Для чего в единую дежурно-диспетчерскую службу? Для того, чтобы они организовали взаимодействие с охотоведами на муниципальном уровне и группа охотников выехала по адресу, о котором сообщено. Люди просят отрегулировать популяцию диких животных, ведь косолапые дошли в буквальном смысле до ворот здания правительства. Мы еще так посмеялись, выложили статус буквально минут меньше, чем за 10 до того, как появился медведь, что вот с кумой пьем кофе, ждем медведя, ну потому что была новость, что он где-то в центре ходит. И не проходит 10 минут, и идет медведь, собственно, ну что делать? Он достаточно далеко был, поэтому, в принципе, рядом было много машин, поэтому... Было принято решение выйти и снять его. Когда он появился, поехало несколько машин и погнало его в сторону от стоянки, где скопление людей было, его погнали в сторону Сбербанка, туда, в сторону Сопки. Аккуратненько его, то есть его не пытался никто не сбить машина, ничего, то есть его просто сигналами отгоняли. В связи с участившимися выходами медведей, Министерство лесного и охотничьего хозяйства переведено на усиленный режим работы. Сегодня мы провели совещание, встречу с охотопользователями, которые осуществляют свои охотно-хозяйственные деятельности на прилегающих к населенным пунктам территориях. Определились, значит, в Министерстве будет организовано дежурство ежедневное, где каждый случай выхода хищника на территорию населенных пунктов будет разобран и будут приняты соответствующие меры реагирования. Кроме того, на совещании присутствовали органы местного самоуправления. Для того, чтобы скоординировать эту работу, решили усилить, увеличить группировку оперативных групп, которые будут оказывать содействие органам правопорядка при реагировании на выходы хищников. Кроме того, определились по усилению работы по регулированию численности на прилегающих к населенным пунктам охотничьих угодок. Тем временем, в одной из камчатских ресторанов предлагают эксклюзивное блюдо – лапа медведя. Мясо косолапого особо популярно среди китайских туристов. Как выяснилось, у них на родине этот деликатес стоит дороже в 10 раз, чем на Камчатке. У нас на полуострове его готовят исключительно по предварительному заказу и предоплате. Поэтому вот был ролик недавно, я где-то потерял его, и вот у меня там китайцы приезжали, вот ребята, которые как бы с деньгами приезжают, они заказывают лапы. Как рассказал владелец ресторана локальной кухни, покупать дичь ему приходится далеко за пределами полуострова. Здесь, на Камчатке, нет необходимой лаборатории, которая способна проверить мясо на наличие опасных для человека паразитов. Я покупаю в специализированном магазине, я привожу с материка. Там в охотничьих хозяйствах охотники убивают, сдают, проверяют и уже передают конкретно компании, которые уже занимаются продажей. Добавим, камчатский медведь – один из самых крупных представителей вида в стране. Именно на земле вулканов популяция насчитывает более 20 тысяч особей. Сейчас регион переживает настоящее нашествие косолапых. Видео с разгуливающими по городским улицам хищниками появляются каждый день. Люди боятся за себя, за своих детей, ведь при встрече со зверем может произойти непоправимое. К местному правительству люди обратились с петицией. Они просят защиты. И предоставить ее прямо сейчас очень важно. Для Камчатки это первоочередная задача, ведь жизнь и здоровье людей находятся под реальной угрозой.